Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вновь приветствовать вас на нашем телеканале. Пришло время продолжить наше путешествие по миру богослужения Православной Церкви. Несколько наших предыдущих программ было посвящено канону на утренне. Мы с вами говорили о том, что канон состоит из восьми песней. Когда-то он состоял из девяти, но вторая песнь перестала использоваться и выпала. И получается, что после первой песни сразу идет песнь третья. Вспомнили? Хорошо. Так вот, третья, шестая и девятая песни канона особые. После их прочтения священник сначала произносит малые ектеньи, небольшие прошения к Богу от имени всех прихожан, а после ектеньи читаются особые части службы. После третьей песни читаются седальные, а после шестой – кондак и икос. Мы об этом уже с вами говорили, но повторить это тоже не мешает. Итак, после третьей песни канона читаются седальные, а после шестой – кондак и икос. Прошлая наша встреча была посвящена песнопении утренней под названием «Песнь Богородицы». Она была взята святыми отцами, составителями нашего богослужения, из священного писания, из Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – это особая молитва, которую Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Песнь Пресвятой Богородицы – это благодарность Богу за то, что в наш мир приходит Спаситель, который исполнит все то, что так ждали ветхозаветные праведники. Рай теперь становится доступным для людей. Песнь Богородицы в составе канона поется в наших храмах почти каждый день. Во время пения этой молитвы происходит кождение всего храма. Богородицу и Матерь света в песнях Госвеличии. Песня «Песня» А что же читается после девятой песни канона? Вот об этом мы и будем сегодня говорить с вами. Итак, когда заканчивается девятая песня канона, священник произносит Малую Ектинью, а после ее завершения громко и радостно возглашает «Свят Господь Бог наш!». Хор тут же подхватывает этот возглас священника и тоже запевает «Свят Господь Бог наш!». «Свят Господь Бог наш!» «Свят Господь Бог наш!» Песнопение «Свят Господь» поется только в составе воскресной службы, то есть в субботу вечером. Когда пение заканчивается, чтец начинает читать «эксапастеларий». Странное название, не правда ли? Конечно, для нашего уха оно звучит непривычно. Слово «эксапастеларий» образовано от греческого глагола со значением «посылать». И поверьте, ничего странного здесь нет. Просто раньше чтеца, которому нужно было «эксапастеларий» читать, направляли, то есть посылали для чтения в центр храма. Итак, название «эксапастеларий» образовано от греческого глагола «посылать». Чтец для чтения «эксапастелария» раньше выходил в центр храма. Откуда такая честь для этого «эксапастелария»? Интересно? Давайте расскажу. «Эксапастеларий» на самом деле – это очень важная часть службы, и в составе утренней он появился не случайно. «Эксапастеларий» напоминает молящимся, о чем говорилось в Евангелии, которая читалась на утренней еще до начала канона. Помните, когда мы говорили о чтении Евангелия, то узнали, что из четырех Евангелий святыми отцами были выбраны 11 отрывков, в которых описывается Христово Воскресение. Эти отрывки, которые называются «зачалами», читают по одному каждое воскресение в течение всего года. И вот, чтобы напомнить, какое зачало в это воскресение читалось, в составе службы и появился эксапастеларий. Их тоже всего 11, как и воскресных зачал. И вот, как звучит один из них. «Показу я, яко человек, еси спаси, по существу, посреди став воскрес от гроба, и брашне сопрочистился еси, учил еси крещению покаяния. Аби еже к небесному вознесался еси отцу, и учеником утешителя послать, и обещал еси при божественной Богочеловече слава твоему восстанию». Когда заканчивается чтение эксапастелария, один певец из хора возглашает «Всякое дыхание дохвалит Господа». Это значит, что наступило время для следующей части утренней. Называется она «Хвалитные стихиры» или «Стихиры на хвалитих». Что такое стихира, мы уже с вами знаем. Это богослужебное песнопение, написанное по особым правилам церковной поэзии и предваряемое стихом из псалма. Хвалитные стихиры по своей форме ничем не отличаются от прочих стихир, а названы они так потому, что стихи, которые используются для их пения, взяты из особых псалмов, которые призывают нас к торжественному прославлению Господа. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних» – так звучат строки из этих псалмов. Их возглашает чтец и повторяет хор. Отсюда и название стихиры на «Хвалитих». «Всякое дыхание да хвалит Господа». «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних» – «Тебе подавает весь Богу». «Хвалите Его все англии Его», «Хвалите Его все силы Его», «Тебе подавает весь Богу». «Затворите в них судно, бисон слава сия будет всем преподобным Его». «Хвалите в них судно, бисон слава сия будет всем преподобным». «Боговнести, моя бодракобица, Божие вселенные, пресвятая мура, Тобою нам даралась». Ну вот, друзья, на этом мы сегодня остановимся. Немало мы с вами нынче усвоили. Мы узнали о песнопении «Свят Господь». Эти слова возглашает священник, а затем пропевает хор после девятой песни канона. Затем на утренний читается эксопастеларий. Это особая часть службы, которая рассказывает о том, чему было посвящено евангельское чтение. И, наконец, мы говорили о стихирах на «Хвалитих». Эти стихи очень торжественные. Стихи из псалмов, которые используются для их пения, призывают нас к торжественному прославлению Господа. И на этом все. Если у вас все же остались вопросы, пишите их к нам на сайт. Его адрес www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok